Приветствую вас. Честно говоря, я думаю, что ответ на ваш вопрос, он в какой-то степени достаточно прост, но здесь есть много нюансов. Ваш муж, такой, какой он есть, у него могут быть, безусловно, свои проблемы, у него могут быть, безусловно, свои определенные трудности, у него могут быть, безусловно, свои определенные нюансы. Факт в том, что эти нюансы человеку нужно решать самому. Его текущее положение, его текущее состояние необходимо принять как данность. Ваше потребность во внимании тоже необходимо принять как данность на несколько обособленную адвокат. Это не часть вас, это нечто, что есть у вас, нечто, что, ну, как бы, усложняет вам жизнь. Соответственно, ваше потребность во внимании необходимо исследовать. Вот, и, разобравшись с ее природой, вот, продумать, просмотреть, то, как вы могли бы ее удовлетворить. Потому что потребность во внимании бывает разная, она бывает несколько невротичной, когда человек нуждается во внимании, потому что он себя чувствует без этого внимания как-то плохо. Бывает, что человек нуждается во внимании, потому что он, в принципе, считает, что вот ему нужен какой-то объем определенного внимания, что женщина должна получить, там, допустим, от мужчины, там, ну, грубо говоря, определенный объем внимания, да, определенный какой-то аспект, ну, определенную какую-то толику внимания. И эта толика внимания, она обязательно, но тогда возникает вопрос, а для чего вы выбрали мужчину? То есть, ну, то есть, зачем выбрать такого мужчину, который, вот, не дает вам этого, этой толики внимания? И, соответственно, как только его внимание к вам ослабело, иссякло, тут же, ну, вам нужно было бы четко свою позицию обозначить. А получалось так, что вы за свою позицию, за свои взгляды ответственности не несете, что в какой-то степени является проблематикой. Это такой момент, и очень важно, чтобы вы, с одной стороны, научились неконфликтному общению с своим мужем, потому что, ну, вот, конфликтное общение, оно ни к чему не приведет, это первое. Второе, это то, чтобы вы обозначили данную проблему как проблему общую и вместе с ним обратились на семейную консультацию, то есть вместе, вдвоем, вдвоем поработали со специалистами. Вот такой вот момент. Обратите внимание, что вы говорите, значит, перспективы вас не радуют. То есть, да, понятно, что перспективы вас не радуют, но вместе с тем, на мой взгляд, вам нужно четко сформулировать, сформировать для себя то, чего вы хотите, то, что вы хотите. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok